Доброго времени суток, дамы и господа! Эти выходные порадовали нас замечательным контентом. Было открытое бета-тестирование Diablo 4. Тот, кто хотел, поиграл на любимом классе каком-либо. Некоторые классы схожи с Diablo 3, некоторые классы схожи с второй частью Diablo. Конечно, круто, бьёт по ностальгии, это не может не радовать. Но имеется иное древо талантов, имеются иные статы по сравнению, например, с той же третьей Diablo. И, конечно, всё это стоит рассмотреть, хотя бы немножко в рамках открытого даже бета-тестирования. Стоит какой-то делать более-менее неплохой билд, который в будущем, в тот момент, когда релизнится игра, будет тоже плюс-минус рабочим и поможет по старту не терять много времени. И билд, который поможет быстро прокачаться. Я нашёл такой хороший билд на разбойника, который в целом неплохо себя показывает. И в рамках открытого бета-тестирования поубивал некоторых воссов, попроходил некоторые подземелья на максимально доступной сложности. В целом комфортно, в целом приятно. И давайте зайдём в игру, всё полностью покажу и попытаюсь как-то хотя бы рассказать. Не очень много времени уделил открытому бета-тесту. Часов, наверное, 8 или 9. Но всё же некоторую информацию выудил, которой могу поделиться и могу что-то полезное рассказать. Рассмотрим давайте сразу таланты, умения, всё это древо. Нажав кнопку английскую, справа у нас появляется небольшое окошечко с нашими талантами. То есть большое такое вот древо, которое идёт, идёт и идёт. С целью того, чтобы полностью его открыть, жмём эту стрелочку и перейдём давайте к самому началу. Так будет более разумно. Изначально у разбойника имеется один единственный спелл. Это колющий удар. Колющий удар, бросок кинжала. Бросок на короткое расстояние. То есть в какой-то момент вы можете просто даже кинжал не докинуть до противника, что будет бесить. Но это способность, которая будет восполнять нам энергию, которая нужна для использования других способностей. Она идёт на единичку. Далее идёт усиленный колющий удар, который как раз-таки позволяет накопить энергию. И после этого фундаментальный колющий удар. Таким образом, мы идём дальше по ветке основных навыков и качаем на максимум скоростную стрельбу. Имеется в 4-й Диабле бонус предметов. Что это такое? Если мы откроем наш шмот, наш эквип, то увидим плюс 1 уровень умения. Допустим, вот скоростная стрельба. Или там пробивающий выстрел. Если у нас, например, этот спелл вообще не изучен, то он будет нам доступен. На единичку будет прокачан. Если же у нас имеется эта способность, то она будет дополнительно усилена. И в целом то, что способность 6 уровня, это интересно довольно-таки. То есть, сами мы её прокачиваем на 5 из 5, потом она становится 6 из 5. Далее идёт усиленная скоростная стрельба, потом улучшенная скоростная стрельба, которая позволяет нам накопить энергию за поражённого уязвимого противника. А уязвимым он становится в тот момент, когда мы кидаем кинжалики. То есть, комбо уже воспринимаем, да? Левая кнопка для регенной энергии, правая, чтобы её потратить, и потратить при этом немного энергии. Окей. После этого рывок. Рывок, который позволяет нам быстро перемещаться, и также вешать разные дебафы в таргеты. Усиленный рывок качается и упорядоченный рывок. После этого мы переходим в уловку. Уловка получается 3 ослепляющий дым, потом 1 усиленный ослепляющий дым и разветвление в коварный ослепляющий дым. В тот момент, когда мы идём в разветвление, мы уже не можем выбрать, например, ответный. То есть, просто невозможно. Можно выбрать только одно улучшение. Идём дальше. Прокачиваем 3 из 5 насыщения тенью. Насыщение тенью позволяет нам ауешать по мопцам. В тот момент, когда мы их заражаем, когда мы своими атаками, насыщенными тенью, поражаем противников, они в таком тёмном состоянии появляются, тёмным аватаре, и взрываются при своей смерти. Заражённые противники взрываются после смерти, нанося 197 урона окружающим противникам. В целом, за ауешать какой-то пак, таким образом, быстро можно. Усиленное насыщение тенью также берётся. И смешанное насыщение тенью. Увеличение урона. Приятно? Да, приятно. Почему бы и нет? И ластовое, что доступно в рамках открытого боя тестирования. Уровень максимально 25-й, поэтому и талантов, да, определённое количество имеется. Берётся тёмное отражение, как бурст, как увеличение наносимого урона за счёт призыва двойника. Первородное тёмное отражение и неотвратимое тёмное отражение я взял. Как-то так получается. В целом, вот в рамках открытого боя тестирования, билд показал себя хорошо. Как я уже сказал ранее, и боссы были некоторые убиты, и в целом зачистка локаций была довольно-таки быстрая, если мобы находятся плюс-минус рядом друг с другом. То есть, вешаем на себя насыщение тьмой, тенью, потом делаем рывки, и мобы в этот момент уже начинают друг друга взрывать. Это смотрится эффектно, это смотрится нереально мощно. Также в тот момент, когда мы открываем наше древо талантов, когда мы просматриваем нашего персонажа, хотим глянуть, какие у нас вещицы, какие у нас статы, имеются специализации. Есть серия приемов, есть внутреннее зрение, и на 30 уровне будет еще доступна подготовка. Те три щитка, которые периодически появлялись, наполнялись, это серия приемов. Базовые навыки увеличивают длину серии приемов, а основные навыки расходуют приемы серии, вызывая дополнительные эффекты. Таким образом, если рассмотреть спелл на правой кнопке мыши, то это скоростная стрельба. Три приема наносят еще больше урона, все эти стрелы выпущенные, и выпускается восемь стрел. Восемь всяко лучше, чем пять. Тут, думаю, всем все и так понятно. Зашел в подвал с названием Мерзлый туннель. Находится где у нас тут? Чуточку пониже от основного города. Вот тут вот. Отметка ставится правой кнопкой, это в целом удобно. Тут обычно элитка имеется. Хочу ее разорвать хорошенько, и в целом продемонстрировать, как это все работает. Субтитры создавал DimaTorzok и на зачистке событий в целом тоже комфортно. Еще один подвал в виде зараженного дома. Зачистим его. Прекрасно. Полноценные подземелья, утерянные архивы. Имеются различные подземелья, в которых можно найти разного рода бонусы. В конце имеется босс. Пройду, покажу боссов пластового. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В целом это было не так сложно. И в целом само подземелье прошлось довольно-таки быстро, при условии того, что нужно было пробежать... Ну, нормально так, по километрам-метрам. Окей. В целом все замечательно. Камни, характеристики. Я думаю, это пока что рано обсуждать. Обсуждать это нужно будет летом, после релиза Diablo 4. В тот момент, когда мы уже полностью прокачаемся. По этой теме будет, конечно же, отдельный видосик. Ну, и также будем обсуждать это все на стриме. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Если имеются какие-то вопросы, дополнения, буду рад с вами обсудить в комментариях все это. До скорого!